Сначала, как и полагается, краткий теоретический курс, перечень основных правил безопасности во время активного зимнего отдыха и смотр спецтехники, которая в случае пренебрежения этими правилами прибудет к вам на помощь. Новогодние праздники – самая жаркая пара для спасателей. Где весельчаки в прорубь занырнут, а где и дети со спичками побалуются. Сотрудники МЧС проверяют все места, где ожидается толпы отмечающих. Мы уже все проверили, проинструктировали всех. Особенно нас беспокоит пиротехника, которую дети пользуются неправильно. У нас был один год, когда дети, не сработавшие пиротехнику, стали снова приводить ее, как бы зажгли, и она сработала в помещении. И шесть человек получили травму. И дом сгорел еще вдобавок. Было ожоги разной степени. Опасность представляют и склоны. Ни одной зимы не обходится без разбитых носов и сломанных конечностей. Поэтому здесь детям проводят краткий инструктаж оказания первой помощи. Максим вызвался изобразить травмированного. По легенде, его уже принесли в таком состоянии, якобы что-то сломано. Первонаперво положить теплую грелку в ноги, чтобы пострадавший в довесок перелома не получил еще и обморожение. Главное правило – никакой не оказывать медицинской помощи, если вы не врач. Максимум, что нужно, это просто оттранспортировать и передать в руки специалиста. Любые действия, которые вы делаете, попытка привести его в чувство, натирать снегом, вы можете сделать ему хуже, если вы не специалисты. Транспортировать необходимо в зафиксированном положении. Максим от такой поездки просто в восторге. Максим любитель зимних видов спорта – хоккея, ватрушки. На правило безопасности и оказание первой помощи пришлось выучить после неудачного катания с другом. Он ехал на ватрушке, перевернулся и руку увернул. Как это за львович? Да просто там дом рядом был, мы его подхватили и домой. Сегодня мастер-класс ребятам дала и мастер спорта по горнолыжному катанию. Каждый смог задать свой вопрос. Например, как правильно подобрать экипировку для фрирайда. Кстати, склон Заячьей горы как раз подходит для новичков. Здесь можно оттачивать технику и мастерство спуска. Что значит мастерство? Мастерство – это когда человек катится достаточно легко и вы не видите каких-то грубых ошибок, что он там припал, еще что-то. То есть вот к этому нужно стремиться – к легкости катания на лыжах. Ну и в завершение – сноутюбинг, а проще говоря – катание на ватрушках. Отличий от привычного с детства санок немного. Легче тащить в гору и мягче с нее скатываться. Катание на ватрушках – один из самых доступных и востребованных видов спорта. Главное правило безопасности – крепче держаться. Поехали! Марина Староверкина, Борис Шиголев, Телеканал.